Я представитель модельного агентства. Хотелось бы вас позвать на кастинг. Такое сообщение в соцсети получила жительница Ярославля Алла Галанова. Однако оно не польстило девушке, а напугало ее. Сообщение весьма некорректное, поскольку в довольно настойчивой форме, по нескольку раз с разных аккаунтов, даже в случае отказа, зовут в агентство. При этом при всем не говорят условия, не говорят в какой форме будет проходить кастинг. Алла решила обсудить произошедшее с пользователями соцсетей. Оказалось, в Ярославле сотни девушек получили такие сообщения. Сегодня было предложение от них. Я отказала сразу же. Девушка, однако, была очень настырна. Надеюсь, нас в Турцию в рабство не продадут. По интернету организация присылает размеры будущих зарплат, если девушки пройдут кастинг. Профессионалы предупреждают. Так в модельных агентствах не работают. Модельные агентства, они всегда себя рекламируют. И не в соцсетях, потому что не все сидят в социальных сетях, в интернете. Чаще всего это реклама на телевидении, реклама на радио, где рекламируют себя модельные агентства, где об этом узнают девочки. Девушки звонят, записываются к нам в школу, приходят на собеседование, на занятия. Екатерина сама модель и тоже слышала о рассылке. Говорит, предупреждала своих подопечных и не раз. Но мечта о Славе иногда притупляет чувство опасности. Девочки ведутся, что меня очень сильно пугает. Они начинают отвечать, давать свои мобильные телефоны. Начинают, может быть, даже назначать встречи, что самое страшное. А кто туда придет, они даже не знают. Неизвестно, сколько ярославских девушек в итоге ответили на сообщения. В отличие от успеха, неудачами делятся не так часто. Остается надеяться, что ничего страшного с юными красавицами не произошло. Ольга Преснухина, Елена Масолова. День в событиях.